Я перед нашим с вами совместным заседанием, конечно в таком очень сжатом режиме, но сумел посмотреть на то, чем занимается сегодня на проектной основе нашей партии, хочу сказать, это в целом выглядит весьма достойно. И самое главное, это дает конкретные результаты. Поэтому я считаю, мы должны проектную работу продолжить и использовать этот инструментарий как тот, который способен приносить результат как в масштабах страны, так и в отдельных регионах. Политическая партия существует для того, чтобы завоевывать власть и решать государственные задачи в интересах всего нашего народа, в интересах всей страны. Если сейчас мы находимся у власти, значит за решение этих задач отвечает наша партия. А инструментом решения задач является государственный бюджет. И за государственный бюджет, кстати, в значительной степени голосует Единая Россия, все остальные его только критикуют. Поэтому эти проекты наши, а не чужие. И просил бы всех из этого исходить и в будущем. Федеральный проект, значит мы должны взвесить все наши силы для того, чтобы реализовать эту задачу в федеральном масштабе. 43 проекта, это уже немало. Можно сделать больше, но не радикально больше, чтобы мы просто не разъехались в целях. Что касается региональных проектов. Вот здесь, мне кажется, руки завязывать никому не надо. Если регион считает, что та или иная задача является очень важной в масштабах соответствующего региона, и есть и организационный, и финансовый ресурс для работы по этому проекту, надо называть это региональным партийным проектом. Мы будем помогать. Более того, если в ходе работы над региональным проектом, а я часто встречаюсь с региональными партийными организациями, проект перерастает в рамки региона, надо, конечно, его вытаскивать на федеральную роль. Мы понимаем, что эта задача носит общенациональный характер. Давайте ставьте этот вопрос, будем принимать решение, и будем искать под него и партийный ресурс, и, конечно, денежные средства. Мы должны четко формулировать задачи, которые стоят перед нами. Но мы должны не менее четко рассказывать о тех достижениях, которые у нас есть. А то иногда мы их стыдливо куда-то прячем. На самом деле, простое сопоставление показывает, что в целом наша общеэкономическая ситуация лучше, чем в абсолютном большинстве других стран. Это не значит, что нам нечем заниматься. Но реальную ситуацию мы обязаны учитывать. Благодаря значительному количеству проектов, качество жизни меняется. И, например, проект, посвященный здоровью, безусловно, был направлен на эти цели. Он содействует оснащению медицинских учреждений современным оборудованием, региональным программам модернизации здравоохранения. Я уверен, что этот проект должен быть продолжен, включая и такую составляющую, конечно, как повышение зарплат медицинским работникам. По образованию коллеги здесь уже выступали. Есть и достижения, и проблемы. В любом случае, проект модернизации образования также должен быть продолжен с учетом тех обсуждений, которые вы ввели в последнее время, ну и с учетом реального положения дел в экономике. За пять лет рождаемость в России увеличилась почти на четверть. И сегодня коллеги здесь выступая вспоминали проект по детским садам. Это хороший проект. И я хотел бы еще раз отметить, что принимая решение по предложению партии о выделении дополнительных средств из бюджета, я ориентировался именно на то, чтобы эту задачу решить. Эта задача перед нами стоит. Деньги доставать трудно, но можно. И вот эти 50 миллиардов рублей действительно должны пойти на улучшение ситуации с детскими дошкольными учреждениями. Не для того, чтобы какие-то другие дырки заткнуть. В любом регионе их хватает. А именно на детские сады. Вот здесь Сергей Владимирович говорил о том, что нужно мотивировать регионы. Я с этим согласен. В том числе и приличные регионы. Но давайте все-таки регионы, у которых проблемы, тоже не бросать. Потому что, да, у региона могут быть сложности, но это не значит, что мы не должны помогать. Значит, нужно с губернаторов спрашивать, а не в значительной степени иные члены нашей партии или сочувствующие лица. Но, конечно, помогать мы им все равно будем. И, собственно, деньги выделились для того, чтобы эту задачу можно было решить и не в тех регионах, где для этого хватает ресурсов. Мы реализуем партийный проект «Достойный труд». Готовятся изменения в Трудовом кодексе и в других актах о занятости. Единая Россия должна поддерживать и индивидуальных предпринимателей, и представителей малого бизнеса. У нас их за последние годы стало больше, и нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы в результате тех или иных решений общее количество тех, кто связывает свое будущее с предпринимательской деятельностью, уменьшалось. А если потребуется, соответствующие решения должны быть откорректированы. Потому что вообще ни одно решение не должно быть догмой, ни для кого. Если видим, что где-то что-то проваливается, надо менять. И в этом смысле как раз партийные форумы свою миссию несут. Недавно, относительно в начале апреля, на встрече с представителями «Единой России», я поддержал предложение партии о дополнительном выделении из федерального бюджета на текущий год 42 миллиардов рублей на поддержку аграрно-промышленного комплекса. Хочу еще раз сказать, все эти трибуны. Мы обязаны сделать все для того, чтобы сохранить созданное в сельском хозяйстве за последние годы. Мы действительно сделали прорывные вещи. Даже несмотря на то, что нам приходится сохранять дотационные механизмы. Но в этом нет ничего особенного. Весь мир их сохраняет. И никто не стонет от этого. Поэтому деньги для села я предлагаю выделять в повышенном объеме, особенно с учетом сезонных колебаний по ценам, климатических проблем. Ну и, наконец, вступление России во всемирную торговую организацию, которая, конечно же, не упрощает работу наших аграрных производителей. Все это должно быть сделано обязательно. Мы обязаны сохранять эти направления деятельности в числе приоритетов. Так же, конечно же, как и социальные проекты и проекты в области идеологии, о которых говорили мои коллеги только что здесь. Все поручения по проектам я, безусловно, дам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!